Мне не верится, это первое видео из этой квартиры, для которого я не поехала на студию, а просто организовала пространство на кухне, просто поставила камеру, подключила микрофон и села снимать. Привет, красотка! Сегодняшнее видео я хочу посвятить различным покупочкам домой. Судя по вашим комментариям и по вашей обратной связи, это очень актуальная тема для многих. Наверное, многим девочкам, чаще девочкам, нравится смотреть самые разные обзоры, ходить по таким магазинчикам. Но, честно сказать, у меня вот такого сильного желания что-то покупать или обустраивать не было в съемном жилье. Хотя странно, ты там живешь, вроде тоже немалую часть своей жизни. Например, в прошлой квартире мы жили 3,5 года. Но такого сильного желания создавать уют, творить, украшать, улучшать пространство у меня не было. Но здесь это просто, это что-то другое. Наверное, не просто так все-таки говорят, свое есть свое. Плюс, когда ты снимаешь жилье, ты как будто до конца на 100% не можешь почувствовать себя в этом пространстве хозяином. Собственно, так и происходит, ты там никто. Да и как будто не хочется тратить всю эту энергию, вдруг тебе скажут, завтра съезжай. Так что сегодня у нас будет обзор посуды какой-то красивой, вас, органайзеров удобных для хранения. Я подпишу все в описании, то есть откуда что. Один из самых первых заказов в квартиру был на сайте Leradut, когда мы еще заказывали мебель. И помимо мебели, помимо таких вот больших глобальных вещей, как, например, даже стул, на котором я сейчас сижу, вот этот стул тоже оттуда, там очень много всего именно такого маленького, декоративного и невероятной красоты посуда. Ну, одно это блюдо. Вообще, чего стоит? Я, когда его увидела, тут цвет, фактура, форма. Вау! Я взяла это блюдо в единственном экземпляре. Сюда я мою, например, яблочки. Можно выложить орешки или финики и положить на журнальный столик, либо на обеденный стол. Это просто очень красивая подача, как по мне, оригинальная. Форма вообще влюбляется с первого взгляда. Из этой же коллекции я взяла вот такое блюдо. По сути, это может быть как блюдом для боула, например, или даже супа в целом. Почему нет? Но я сюда тоже люблю мыть, например, яблоки или бананы, выставлять на другой стол. Тоже форма, просто любовь, она более глубокая. Дальше, если мы будем по уменьшению идти, то это такие плоские тарелки. Это тоже цвет хаки для любых абсолютно блюд. И чуть меньше вот такая тарелка. Это та же коллекция, но просто другой цвет. А у меня несколько цветов было. Я взяла что-то в одном экземпляре, что-то в двух. Вот эти, например, тарелки в четырех экземплярах. Ну и напоследок из этой же коллекции такие милашки, маленькие чапорушки, пиалушки. Сюда можно налить соус, например, какой-то, положить орешки или что-то вообще маленькое. Ева очень любит маленькую посуду. Я сейчас Евин наборчик отдельно еще покажу. Такая минималистичная тарелка. Это так необычно показывать вам тарелки и делать обзор на них. Ну, просто для меня это вообще супер в новинку. Но почему нет? Когда-нибудь, как я говорю, мы с вами и помидоры подвязывать будем вместе. Здесь, смотрите, вот вроде простая обычная лаконичная тарелка, но у нее такая оригинальная синяя обводочка. Вот. И так как это в тему, покажу из одной коллекции кружки. Тоже такие минималистичные, белые и тоже с такой же обводочкой. И они очень легкие. Это так классно. Ну, и самая большая тарелка. В ней тоже можно подавать, по сути, любую пищу. Хоть салат, хоть вот даже блинчики. Мы сегодня отсюда ели. Тоже, как вы видите, минимализм. Но благодаря вот этой оригинальной окантовочке, такой в полосочку. Ну, не в полосочку, в такую резьбу. Очень стильно смотрится, очень красиво. Также у них я нашла набор вот таких стаканов. Тоже абсолютный минимализм, но форма оригинальная, согласитесь. Трапеция получается, да? И посмотрите на это изящество просто. Невероятные фужеры, золотая окантовка. Но эта форма вообще любовь. Я отсюда просто даже буду смузи пить. Я вообще не сторонник того, чтобы какая-то посуда для красоты или особых моментов лежала далеко в шкафу, пока вот не настанет этот самый момент. У нас есть только сегодняшний день. У нас есть наша жизнь, которая проходит прямо сейчас. Поэтому почему бы не выпить смузи, например, из такого фужера? Почему обязательно надо ждать какого-то повода, застолья, гостей? Я не понимаю. Идем дальше. Мне сейчас очень тяжело в моей левой руке. Это такая подставка для пирога, для торта. Она в мраморе выполнена. Мне кажется, она вообще в целом из мрамора и выполнена. То есть не под мрамор, а из мрамора. Потому что она такая тяжелая, что я не представляю. Это только камень, действительно. И у нас как раз кухня выполнена под мрамор белый. Я представляю, как она красиво, эстетично будет смотреться на нашем круглом вот этом столе белом. Когда поставишь ее посередине, сверху будет красивый торт. И прямо на ней же можно резать. Ваза, которая разорвала мой директ уже, о которой очень много в комментариях спрашивали. Это тоже Ля Редут. И эта форма, она безупречна. Мне кажется, в ней любой букет, любая веточка, даже вот эта просто веточка. Это фисташка, по-моему, или что? Будет смотреться очень изящно, красиво. Цветочки уже немножко умирают у меня. Но стоят больше не ели, надо сказать. Представляете, это кустовая гвоздика. Очень мне понравилось, как красиво смотрится. И стоит она, кстати, на вот такой штучке. Коричневая такая подстилочка. Можно так сказать. Я не умею подбирать слова. Это нельзя сказать подстилочка. Это что? Подставочка? Как вы это назовете по-нормальному, по-грамотному? Подстилка звучит ужасно просто. Она такая плетеная. Единственный момент, я немного не ожидала, что она именно такая грубая немножко. Она толстенькая. И это не тот формат, который я ожидала, чтобы, знаете, для каждого человека круглую такую штучку поставить за стул, да, за свой, чтобы на этой штучке уже есть. Ну, то есть, сверху ставить тарелку и будет красивенько. Почему? Потому что она толстая. И как будто она, наоборот, больше мешает. То есть, есть вот такие подстилочки. Я не знаю, как это называется. Есть такие штуки, короче говоря, более тонкие. И как раз-таки без прорезей, чтобы сюда крошки не попадали. И тогда она становится действительно функциональной. Я заказала такие четыре штучки зря. Мне хватило бы одной под цветы. Потому что она невероятно красиво смотрится. Опять же, на круглом столе. Под этой вазой. У нас еще кухня выполнена в белом, деревянном и мраморном стиле. То есть, ну, идеально вот эти цвета сочетаются. Я в восторге. Еще одна ваза из Лярду. Довольно интересный выбор у меня. Это похоже на обычную банку. Как знаете, в деревнях или вот у меня в саду бабушка. В такой банке я набирала молоко. Но, наверное, мне именно это понравилось, что она такая простая. И это для больших букетов. Мне кажется, тоже будет очень эффектно, очень красиво смотреться. Только что поняла, что еще одна ваза стоит вот там на полке. Видите, сейчас вот стеллаж. Вот, вот, вот это стеллаж. Он с подсветкой. Когда будет рум-тур, я вам все подробно покажу. Точно такой же стеллаж. Как бы его дублируют, поддерживают в интерьере. Вот с этой стороны такой же стеллаж. И на нем сейчас красиво очень смотрится одна ваза. Очень необычная форма. Я ее забыла взять, поэтому пошла за ней. Форма у этой вазы просто невероятная. Это такая изогнутая капля, как будто бы. Сюда, конечно, много цветов не поместится. Но это, знаете, одна из немногих вещей в нашей квартире, когда куплено для интерьера. И более того, я даже знала, для какой части квартиры, для какой зоны. Потому что вот эти как раз-таки стеллажи, о которых я вам говорила, они создают воздух в этом пространстве. Вот сейчас мы сидим. Кухня и эта кухня гостиная. Так как у нас здесь много закрытого, я фанат всего закрытого, чтобы поменьше было видно вещей. То есть все фасады максимально закрыты. Они в потолок. Там шкафы вот эти сзади тоже все закрыты. Нам хотелось воздуха создать, то есть чтобы что-то еще существовало. Какие-то хотелось полки, но при этом, чтобы они сильно не захламляли пространство. Вещи на них не захламляли пространство. И поэтому появилась идея таких стеллажей. И у них довольно-таки нестандартная высота. То есть там практически полметра высота. Понятное дело, ты столько не положишь каких-то книг. То есть нужно всего лишь там 3-4 книжечки положить. Или какую-то вазу. И вот эта ваза идеально сюда вписывается. Туда никакой цветок даже не нужен. Она просто очень красиво смотрится. Если продолжать в тему посуды, новые приборы. И я вообще дикий фанат деревянных приборов. Когда ручка у ложки или вилки выполнена под дерево. Но в чем их печаль основная? Это то, что их нельзя мыть в посудомоечной машине. И наши прошлые приборы мы, конечно же, мыли в посудомоечной машине. Поэтому из такого цвета они очень быстренько превратились в такой цвет. Ну и более того, они стали очень неопрятно выглядеть. Под конец их срока жизни. Вот это дерево, оно само уже рассохлось. Поэтому, когда я нашла приборы, сделанные под дерево. Но не из дерева. Которые можно мыть в посудомоечной машине. Я была очень рада. Это Кюхенланд. Вот, посмотрите их поближе. И они легкие, тоже очень тоненькие. Но при этом ложка большая нормально черпает. Потому что иногда бывает, как будто приборы придуманы чисто дизайнерами для дизайна. А не для того, чтобы потом оттуда есть. Бывают ложки супер плоские. И ты суп съешь, я не знаю, за полчаса такой ложкой. Милейший детский комплект посуды. Это тоже Кюхенланд. Плоская тарелочка с единорожком. Глубокая тарелочка для супика. Стаканчик с единорожком. И вилочка-ложечка. Милейшие цвета. Эстетичные, пастельные. Их можно ронять. Они не разобьются. Их можно мыть в посудомоечной машине. В общем, для меня был идеальный, если честно, комплект. Ева тоже очень обрадовалась. Охотно отсюда ест, пьет. Для меня также невероятная находка. Разделочная доска. Я хочу вторую уже купить такую. Потому что мне очень понравилась она в работе. В том, как она выглядит, тоже невероятно. Со старой квартиры у нас остались разделочные доски. Красная, синяя, желтая, зеленая. Они были хорошего качества. Они были на качественной подставке. Но они вообще здесь не смотрелись. А мне хотелось что-то минималистичное. И эта доска, она просто неубиваемая. Во-первых, мне продавец сказал об этом, что она несколько лет ей уже пользуется. На ней не остается вот этих порезов, ничего. Ее точно так же можно мыть в посудомоечной машине. И она очень красиво выглядит. Невероятно подходит под цвет кухни. Мы мягко-плавно от посуды переходим к органайзерам. Органайзеры это вообще моя любимая тема. Контейнеры, какие-то организаторы пространства в ящике, в шкафу. Неважно где. Потому что иногда бывает такое, что действительно шкаф вроде вместительный, вроде большой. Но полки внутри этого шкафа слишком высоко, допустим, сделаны. Вот, например, такая вот высота полки. А ты на этой полке хранишь что-то вот такого размера. И в итоге пространство полезное. 50% используется. Или, например, в ящике. Вроде тоже ящик открываешь, много пространства. Но от того, что нет зонирования этого пространства, все как-то теряется. Все в беспорядке. Ну, в общем-то. Переходим мы к вот таким органайзерам. Наверное, многие такие видели уже. Мне очень просто понравился цвет. Шоколадно-бежевый. Конечно, они все равно спрятаны у меня в ящике. Но я же сама открываю и вижу, что это не какие-то пестрые органайзеры. А такие приятные. Кстати, под цвет штор нам идеально подходят. Там был комплект целый. Вот такие два органайзера и еще два больших квадратных. С мелкими ячейками и с такими вот продольными ячейками. Для чего это может понадобиться? Для белья нижнего, для носков. Например, этот органайзер я использую просто для топов. Которые, если ты сложишь в шкаф, они могут потеряться, замяться как-то. Потому что, представьте, футболка сколько места занимает. Даже если ты ее в 4 раза сложишь, ты ее как бы видишь более-менее. Или, например, вот эта вот мини-штучка. Вот, вот, пожалуйста. Ну, вот как, что? Куда ее нужно поместить? Если между футболок она вот так просто потеряется. А это мой красивый топ, любимый. Поэтому в таких органайзерах очень удобно хранить. Сразу все видно сверху. Следующая штуковина в эту тему, но она более приспосабливаемая и более основательная. Это такая регулируемая балка для того, чтобы как раз-таки создать нужное тебе разделение в ящике. Иногда такие контейнеры не подходят или кажется, что наоборот как-то захламленнее от них. И тебе просто, например, нужно ящик поделить на две части. Ты берешь такую штуку, ну, например, ящик вот такой ширины. Она устанавливается и довольно-таки симпатично, ну, а главное, практично разделяет твое пространство. Еще одна вещь, к сожалению, не успеет прийти к этому, точнее, уже не успела прийти к этому видео, но она просто очень похожа на нее. Это разделительная полка. Это как раз к той теме, о которой я говорила про высоту полки в шкафу, например. Когда тебе нужна более низкая, так скажем, полка, то есть у тебя есть, например, 50 сантиметров, ты здесь держишь бутылечки 20 сантиметров, и тебе было бы круто здесь еще одну полочку. Но без сверления, без вызова мастера, всего вот этого у тебя нет или не хочется. И ты просто покупаешь полку, она работает точно так же, как вот эта балка, только она более широкая, и она вставляется просто вот куда тебе надо. То есть она становится нужной ширины, это такая распорка. Я вам ставлю сюда фотографии, чтобы вы понимали. И у тебя создается доп. полка. Это невероятно удобно, даже мы, несмотря на то, что продумывали наш шкаф, вот этот вот, который у нас большой, когда будет рум-тур, все расскажу. Мы его продумывали прямо заранее, мы думали, что мы где будем хранить, в какие отсеки. Все равно, конечно же, все до конца не продумаешь, что-то ты по месту уже решаешь. И я уверена, нам такие полки понадобятся, чтобы сделать более мелкие разделения. Мы их заказали, они еще едут. Мы переходим к следующему органайзеру, от которого я в восторге невероятном. Я искала что-то, вот прям, мне кажется, это я искала. У меня была немножко головная боль насчет хранения вот этих всяких штук, нужных для зубов в ванной, потому что мне не хотелось сделать отдельный стакан, который крепится к стене для щета. Мне почему-то не хотелось вот этого отдельного крепления, еще где-то отдельно хранить пасты. Я смотрела различные наборы для ванной, для раковины, как раз, например, стакан под щетки, потом мыльница, что-то еще. Ничего мне это не нравилось, ничего мне не подходило, потому что, как минимум, мыло мы используем всегда диспенсер, то есть у нас никогда нет мыльницы. Когда ты попробовал один раз диспенсер мыла пенкой, ты вообще не можешь больше жить без него. Это прям идеальный контейнер для меня. Более того, он крепится еще и на стену, если мы захотим, он прикрепится на стену, при том без сверления. Здесь есть такие эластичные накладки, которые очень мощно клеятся, не как присоски, а там именно, я не знаю, что там заклеить, но при этом хорошо отдирается от любой поверхности, как написано. Я не пробовала еще, в описании так было написано. Но у нас она, если честно, идеально ставится на раковину. По ширине это просто, ну вот под нас сделано как будто. И здесь как раз есть четыре отверстия под щетки, одно отверстие побольше под пасту и большущее отверстие. Например, у нас здесь детская паста лежит, зубные нити. И прикольно, что на самом деле ты все это можешь двигать, убирать эти отверстия, делать так, как тебе надо. И из этой же серии, собственно, по-моему, это один и тот же производитель, я нашла такой же органайзер для раковины. С какой целью? Не знаю, ну ли меня раздражает тот факт, что когда ты смотришь на раковину, особенно если вот она тебе нравится, она эстетичная, у тебя все минималистичное на фоне, все в твоих тонах, как тебе нравится. И вот лежит еще рядом зеленая губка и оранжевая тряпочка. А это вещи, без которых ты не можешь на кухне. И мне хотелось какой-то контейнер, я его сначала придумала, а потом нашла, который крепится на стенку раковины изнутри. Чтобы, например, когда ты смотрел издалека на раковину, ты даже ее не видел. Но когда ты подходишь, она очень удобно находится прямо на внутренней стороне раковины. И туда помещается очень компактненько губка, даже средство туда поместится и тряпочка, например. У нее съемный поддон, чтобы вся вода, которая скапливалась, там ничего не копилось, не грязнилось, ничего. Вот ты ее просто сливаешь периодически и все. И она также крепится на этих супер клейких накладках, как и эта. И в тему кухни я также хотела дозатор моющего средства с той же целью, чтобы не стояли вот эти бутыльки. Отмоем все, вот эти желтые-оранжевые, а ты переливаешь это сюда. Красивая бутылочка, хороший дозатор. Главное, чтобы вот эта часть была из нержавейки сделана. Иначе вот на этом кончике очень быстро появится ржавчина, и вы просто выкиньте эту штуку. Я такой дозатор нашла тоже в Кюхенланд, и он идеально тоже подходит под раковину нашу, потому что она в хроме выполнена и тоже белый цвет. Следующая штука, я вообще не знала, что такое существует до тех пор, пока мы вот сюда не заехали, и я не задалась вопросом. А как же мне хранить обувь, чтобы она не убого смотрелась в этих коробках, в которых она была продана? И ты каждый раз что делаешь? Ты должен достать эту коробку, особенно если на ней лежит еще коробка. Ты должен посмотреть, что внутри. И даже когда ты подписываешь эту коробку, ну все равно это выглядит немного убого, потому что вот эта бумажечка, ты там маркером написал, кроссовки Саша серые. Ну, короче, я искала более эстетичный вариант и нашла вот такую коробку. Рассказываю, как она работает. Во-первых, она прозрачная. Это просто уже вау, потому что ты сразу видишь, какая здесь обувь. Во-вторых, открывается очень легко, такая здесь дверка. Здесь она с сеточкой, поэтому нет замкнутого пространства, постоянно попадает туда воздух. И самое, наверное, классное, что эти блоки вставляются друг в друга. То есть вот здесь есть специальное такое отверстие. И если ты такую же коробку поставишь на такую же коробку, она не просто будет сверху как-то стоять и скатываться с нее, а она будет плотно закреплена в нее, и у тебя получится такой как бы блок. Более того, когда я смотрела их картинки, описание товара я видела, как чисто из таких коробок делали гардеробную. Ну, то есть если много места в гардеробной, ты, например, целую стену отдаешь только под свою обувь. И вот ставишь блок на блок на блок на блок, и у тебя получается такой шкаф прозрачный. Из твоей обуви ты все видишь, все можешь легко взять, и тебе не надо их даже там вытаскивать никак. Это такая корзина. Корзина для хранения каких-либо вещей. Это тоже Ля Редут, и у них есть разные размеры таких коробок. Мне нужно много куда на самом деле их. Например, у нас в гостевом туалете есть шкаф с открытыми секциями. Ааа, зацепилась! Мы там специально сделали открытые секции, потому что это все-таки хозяйственный туалет, и нужно, чтобы был быстрый доступ к каким-то вещам. Но, например, в открытые полки можно поставить вот такой короб для вещей, которые ты редко используешь, но тебе хотелось бы, чтобы это более-менее красиво смотрелось, а не вот просто свалка всего. Например, для постельного белья для гостей в гардеробную я такую тоже поставлю. Гости приезжают, чтобы там переночевать у нас, ну, например, раз в три месяца. И вот это постельное белье, чтобы оно в моей открытой гардеробной не смотрелось, как просто стопка какого-то белья друг на друге, это можно красиво упаковать в такую коробку и убрать на самый верх. Здесь скрывается крышка, у меня сейчас здесь лежит фен. Очень вкусно пахнет, кстати. Это плетеная такая корзина, вместительная, легкая. Ну и, кажется, последнее, что я показываю, это такая ступенька детская для туалета, для ванны. Я купила одну на пробу, мне понравилось. Куплю такую же вторую у нас, потому что два туалета и удобно, когда ты ребенка не приподнимаешь, не как-то он на своем уровне где-то чистит зубы. Она тоже минималистичная такая, прочная. Вроде это все, что я хотела показать. Это такая первая, наверное, большая закупка была в квартиру. Сейчас мы еще поживем, еще поймем, что где понадобится. Дайте мне знать в комментариях, насколько вам интересны все эти видео про гнездование, создание уюта, атмосферы дома. Потому что для меня это сейчас прямо огромный источник вдохновения. Мои соцсети, где я также активна, даже более активна, чем здесь. Благодарю за просмотр и скоро увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова